Добрый день, уважаемые зрители! Рад приветствовать вас на онлайн-лекторе 7-го фестиваля финансовой грамотности и предпринимательской культуры в Москве. Меня зовут Валерий Гречишников. В гостях у нашей студии эксперт Банка России по платежным системам Наталья Валерьевна Демидова. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте, Валерий. Наталья, приятную тему с вами поговорим про деньги, каким способом их можно потратить. И вообще в последнее время появилось так много сервисов. Это платежи по QR-коду, это мгновенная перевода по номеру телефона. Давайте для начала поговорим в целом про деньги. Откуда они берутся? Деньги в нашей стране выпускает Банк России. Он определяет, какое количество денег требуется экономике и запускает процесс производства. Печатают банкноты государственная компания «Гознак». Монеты чеканят, монетные дворы, которые располагаются в Москве и Санкт-Петербурге. Далее деньги выходят в оборот. А как они попадают уже в коммерческие банки, оказывается, в итоге на наших карточках? Коммерческие банки получают также их в самом Банке России. Есть корпорация государственная «Роснкасс», которая организует перевоз денег. Хранятся деньги в Банке России и дальше они выпускаются в оборот. Также эмиссии происходят как в одну и в другую сторону. То есть ветхие банкноты, естественно, изымаются, и им на замену выпускаются новые. Хорошо. Вот мы получили деньги, ну, зарплату, стипендию. Хотим потратить? Давайте проговорим способы, да? Какими способами мы можем потратить деньги? Для начала мы эти деньги получаем. Сейчас все меньше происходит расчетов наличными, все больше происходят расчеты именно через банки по платежным картам при открытии счетов. Если раньше использовали сберегательные книжки, то теперь им на смену пришли пластиковые карты. Обычно открывается в банке, с которым заключена договорная платная счета, и люди получают зарплату в определенном банке. Однако сейчас требования уже не такие жесткие, и по желанию сотрудника может компания причислять зарплату в тот банк, в котором самому работнику удобно. После открытия счета на этот счет зачисляется зарплата. Со стипендией та же история. Также на счет открытой в банке студенту зачисляется его стипендия. Вы сказали, что выбрать банк можно любой совершенно. Предположим, у меня зарплата в одном банке, а кредит в другом банке. И вот как мне быстро и без комиссии перевести деньги с одного счета на другой, несмотря на то, что это разные банки? Если это разные банки, самый лучший способ это воспользоваться СБП. Конечно, есть системы переводов между банками, но тогда обязательно будет комиссия. Если перевод с одного карточного счета на другой по карте, то мы будем платить комиссию самой карточной системе. Однако СБП не предполагает задействие карт, поэтому деньги идут с одного счета на другой напрямую, и поэтому комиссия не оплачивается в пределах 100 тысяч рублей в месяц. Свыше 100 тысяч рублей переводить также можно, но тогда будет учитываться комиссия полтора процента, но не превышающие сумму в полторы тысячи рублей. Давайте утащим для наших зрителей СБП это система быстрых платежей. Да. Да. И лимит 100 тысяч он распространяется на все банки, да? Да, он распространяется на все банки, то есть между любыми банками вы можете переводить в течение месяца в общей сумме в 100 тысяч рублей. Если вы не хотите оплачивать дополнительно, то, ну, к сожалению, только снимать наличные и перекладывать их на счет в другом банке. Так тоже можно, но СБП все-таки более безопасно, чем нести деньги наличными из одного банка в другой. Насколько я знаю, также система быстрых платежей позволяет не только переводить деньги, но еще и оплачивать, например, с помощью телефона, даже если в нем нет NFC, не надо его прикладывать просто по камере, по QR-коду. Конечно. Достаточно знать номер телефона абонента и банк, в котором открыт ему счет. Этой информации более чем достаточно, деньги обязательно дойдут. А вот эти платежи по QR-коду, насколько они безопасны? Вот, например, недавно летал в отпуск на рынке, вот в деревушке туристической, у бабушки, которая продает сувениры, висел QR-код. И вот думаю, а насколько это безопасно? Все-таки свои деньги, свои финансы, эта тема такая кропотливая, хочется хранить их в сохранности постоянно. Кто защищает эти переводы? На самом деле, эти переводы ничуть не опаснее, даже безопаснее, чем карточные переводы, потому что, когда мы прикладываем карту, мы всегда передаем свои данные нашей карты. При расчете по QR-коду деньги идут напрямую, карточные счета не задействуются. Единственная опасность, которая действительно есть в QR-кодах, это замена QR-кода, когда вместо нужного нам показывают неверный. Поэтому, прежде чем подтвердить транзакцию, стоит прочитать, куда идут деньги, этого достаточно. А так, система полностью защищена. Ну, то есть на том же рынке отсканировали QR-код, уточнили, тому ли мы человеку переводим. Да, 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 мы прочитали, что да, это тот платеж, который мы хотим совершить, тому лицу физическому или юридическому, которому мы хотим перевести, и да, подтверждаем, и деньги уходят. Хорошо, вот мы проговорили про систему быстрых платежей, а какие еще способы переводов есть другие? Вот карточные переводы, чем они отличаются? Карточные переводы отличаются тем, что перевод идет уже по карте. То есть мы знаем номер карты получателя, и с нашей карты, на номер человека, которому нужно провести деньги, этот платеж проходит. Соответственно, сейчас у нас в связи с экономической и политической ситуацией ушли некоторые платежные системы карточные, но на их замену пришла платежная система «Мир», которая абсолютно полностью обеспечила нужный уровень и защиты, и удобства платежей. Ну вот вы сказали, что ушли другие карточные системы, но тем не менее они продолжают работать. Вот почему так вышло? За счет чего? За счет того, что национальная система платежных карт, НСПК, взяла на себя обязательства по продолжению этих переводов. То есть сами компании из России ушли, но НСПК, который обеспечивает переводы платежной системы «Мир», также взяла на себя переводы и тех платежных систем карт, которые ушли. Соответственно, сейчас некоторые банки пролонгируют действия собственных карт, потому что были вопросы по поводу нехватки чипов. На самом деле чипы, которые сейчас выпускаются, они уже рассчитаны на 5, 10 и более лет, и поэтому пролонгируется действие карт, никакой угрозы нет, продолжаем пользоваться. Нужна замена, заказали в банке, выпустили карту. Более того, кроме обычной пластиковой карты, можно выпустить виртуальную карту, для которой чип уже не потребуется. Ее функционал полностью совпадает с функционалом обычной банковской карты. Но достаточно приложить телефон, либо указать в интернете реквизиты нашей карты, и также пройдет платеж, как при помощи обычной платежной карты. Ну вот в интернете часто встречаются уже такие сервисы, которые позволяют, не вводя реквизиты карты, буквально одним кликом совершить платеж, оплатив через какую-то платежную систему, то есть карточка уже к ней привязана. Вот расскажите, пожалуйста, как этот способ работает? Это тоже безопасно? Сам перевод безопасен так же, как и при оплате картой. Тут, смотрите, вопрос удобства. За удобство мы всегда платим. У нас всегда есть риски. Ниже риск мы также платим. Платим не всегда деньгами, иногда нашим временем, которые, опять же, замыкаются на удобство. И получается, что нам удобно сохранить реквизиты и оплачивать. При этом сама оплата такая же. Однако вопрос в том, в безопасности ли хранятся данные на самом сайте, на самом ресурсе. Потому что, да, к сожалению, не всегда безопасна сама система хранения данных. И утечки, да, бывают. Конечно, безопасно не сохранять данные, а вводить их каждый раз по новой. Но это время, ну, наше удобство. Сейчас чаще всего на сайтах также можно оплатить не карты, а СБП. И тогда вводить реквизиты не нужно, они храниться не будут. С сайта будет настроена переадресация на СБП. Сайт предложит вам открыть приложение банка, в котором у вас открыт счет. И тогда также будет приведена транзакция, она будет наиболее безопасна. Ну, получается, наиболее безопасные платежи через систему быстрых платежей. А давайте развеем такой миф. Вот многие думают, что если вдруг случилась утечка, мошенники получили данные карты. В таком случае они могут получить доступ вообще ко всем деньгам, которые хранятся в банке. Или только к тем, которые на карточке лежат? Только к тем, которые на карте. Именно поэтому очень удобно, помимо своей зарплатной карты, иметь еще одну карту, которую также можно выпустить виртуально, онлайн, выходя из дома прямо через свое приложение. И расплачиваться именно этой картой дополнительной, пополняя ее на ту сумму, которая соответствует покупке. Тогда деньги, которые на другой карте, на других счетах, они не будут задействованы и никаким образом мошенники до них не доберутся. Ну, получается, как вы уже отметили, можно выпустить даже виртуальную карточку и просто на нее переводить нужную сумму перед покупкой. Это как раз и для тех, кто опасается за онлайн-платежи и предпочитает платить наличными, но только в редких-редких случаях онлайн. Конечно, да. Хорошо. Вот какие еще сервисы Банк России выпускает, чтобы повысить финансовую доступность? Допустим, в дальних регионах, где плохой интернет? В дальних регионах, в первую очередь, нехватка наличности. Это, конечно, осложняет жизнь в отдаленных территориях. И поэтому Банк России внедряет сервис наличные на кассе. Он позволяет снимать деньги прямо в магазине, совершая какую-то покупку. То есть вы обращаетесь в магазин, в котором настроен этот сервис, и сейчас становится все больше. К ним добавляются также автозаправки. И нужно сказать продавцу о том, что собираетесь получить на кассе наличные. И тогда вместе с покупкой можно купить спички, можно купить любую минимальную покупку. Она просто должна пройти. И тогда кассир пробивает. Одним чеком списываются деньги за покупку и деньги, которые вы собираетесь получить наличными. И кассир прямо из кассы выдает вам необходимую сумму наличных. Есть определенные лимиты для того, чтобы снимать деньги. Это не более 5000 рублей в день и не более 30 тысяч в месяц. Это ограничение введено не просто так. Обналичивание денег, полученных преступным путем, нужно контролировать. И пока эти лимиты соответствуют нормативам для контроля. Ну, получается, очень удобно. Магазин заменяет, по сути, банкомат. И расплатился, и, соответственно, наличные деньги тоже получил. А вот помимо банков и банковских карт, у нас еще существуют в интернете так называемые электронные кошельки. Вот чем они отличаются от банковских счетов и насколько тоже безопасными пользоваться? Электронные кошельки открываются не обязательно банками. Операторы электронных денежных средств. Их открывают. Это может быть банк, это может быть не банк. Электронный кошелек не привязывается к банковскому счету. Он существует абсолютно отдельно. И с помощью электронного кошелька можно совершать платежи. От того, какие платежи совершать, в каких суммах, зависит от того, какой статус у этого кошелька. Существует три статуса. Это анонимный, именной и персонифицированный. Анонимный кошелек больше подходит для знакомства с самой системой. Он подходит только для мелких трат. Для того, чтобы его открыть, достаточно указать номер телефона, по которому вы регистрируетесь в системе, и придумать логин. Однако у него огромное ограничение. Объем кошелька не может превышать 15 тысяч рублей. А сумма операций за месяц не может превышать 40 тысяч рублей. При этом переводы можно осуществлять только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Если средства на этот счет поступят от другого физического лица, этот счет заблокируют. Если мошенники смогут завладеть деньгами на этом кошельке, тогда их вернуть не получится. Так как он анонимный и неизвестно, кому он принадлежит. Вы просто не докажете, что он ваш. Именной кошелек дает намного больше возможностей. Он оптимален для большинства операций. Его лимиты уже больше. Они составляют до 60 тысяч рублей объем самого кошелька. И также до 200 тысяч рублей объем переводимых сумм в течение месяца. У этого кошелька уже больше вариантов. Можно помимо физических и юридических лиц также расплачиваться и с другими людьми, переводить деньги им и получать их. Но для того, чтобы открыть этот кошелек, нужно будет уже предоставить свои фамилии, имя, отчество и паспортные данные. Однако это все предоставляется онлайн, также не выходя из дома. С помощью терминалов они также открываются. Для того, чтобы внести деньги на эти счета, можно также использовать терминалы, обращаться к партнерам, чаще всего это мобильные операторы, либо переводить деньги с банковских карт. Однако возможность положить деньги на кошелек, снять деньги с кошелька происходит с комиссиями. То есть, если мы кладем деньги на карту через банкомат, мы комиссию не платим. Через кассу мы комиссию не платим. Однако, если мы кладем на электронный кошелек, в обе стороны всегда будут комиссии, какие они нужно смотреть из условий договора. Есть также идентифицированный кошелек. Он дает максимум возможностей, но он нужен скорее больше для предпринимателей, для бизнеса, потому что достаточно большие объемы. Объем кошелька составляет 600 тысяч рублей. Количество и сумма операций в месяц не ограничены. Можно также открыть этот кошелек в иностранной валюте. Объем будет также эквивалентен 600 тысячам рублей. Но не по курсу ЦБ, а по курсу, устанавливаемому оператором электронных денежных средств. Поэтому нужно быть обязательно внимательным на этом этапе. Зато переводить деньги через кошельки, кроме физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в данном случае можно и другие страны, если их законодательство это подразумевает. С нашей стороны ограничений нет. Наталья Валерьевна, большое спасибо вам за столь подробный рассказ про платежные сервисы. Давайте для наших зрителей подытожим, какие ключевые правила безопасности использования цифровых сервисов. Основные правила безопасности на самом деле это всегда думать о том, что и кому вы говорите. На самом деле самая большая опасность в социальной инженерии. К сожалению, сейчас достаточно часто мошенники стараются действовать через наших пожилых родственников, либо детей, либо стараются на семейные ценности давить. И человек, особенно пожилой, застигнутый врасплох, готов назвать все и перевести деньги куда угодно, чтобы защитить своих близких. Системы банковских переводов, они защищены максимально, но мы не можем защитить человека от самого себя. И если наши платежи работают корректно, то большая просьба, будьте внимательны, особенно при звонках с неизвестных номеров, особенно через мессенджеры. Такая практика тоже все чаще. Если вы хотите переводить деньги максимально безопасно, пользуйтесь системой быстрых платежей. Она действительно безопасна. Заводите дополнительную карту для того, чтобы рассчитываться в интернете. Пополняйте ее на нужную сумму и не превышайте те лимиты, которыми вы готовы рисковать. Также используйте систему QR-кодов. Она действительно удобна и безопасна, насколько это возможно. Но также внимательно. Читайте, куда идут деньги. Да, про внимательность это верно, потому что деньги переходят же мгновенно, буквально за долю секунд. И если, допустим, номер телефона на одну цифру будут отличаться, деньги уйдут, ну, не мошеннику, конечно, другому просто человеку. Их вернуть будет, конечно, можно, но очень трудно. Но сложно. Человек может пойти на контакт, а может не пойти. Может также вас посчитать мошенниками. Такое тоже бывает. Ну, а мы призываем наших зрителей быть предельно внимательными, держать финансы всегда в безопасности. И вот те правила, которые вы сегодня услышали, пожалуйста, донесите до своих родственников, особенно пожилых родственников, чтобы они тоже были в курсе и звонили вам в случае чего, если вот мошенникам позвонить, чтобы уточнили информацию, и вы их отстегли. Ну, на этом все. Большое спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова